Добрый день, коллеги. Меня зовут Кузнецов Александр. С моим коллегой Егором Игнатовым мы в Bazalte SPO как раз занимаемся исследованием безопасности программного обеспечения, которое входит в том числе в наши дистрибутивы. Потрясающий предыдущий доклад. Соответственно, не хочется вступать в полемику. Единственное, что мы тоже ждем, когда это все попадет в open source. Мы сможем это посмотреть. Собственно, компания Bazalte SPO разрабатывает российскую операционную систему Alt. И, естественно, когда мы разрабатываем дистрибутивы на базе свободного программного обеспечения, нужно уделять внимание исследованию безопасности того программного обеспечения, которое в их основе лежит. Собственно, чем мы и занимаемся, применяя достаточно большое количество различных техник, там фазинг-тестирование в том числе, и, соответственно, в результате иногда и достаточно часто находим какие-то срабатывания, которые являются уязвимостями, и возникает вопрос, а как найдены уязвимости, как о них рассказать всем так, чтобы это было правильно, чтобы никого при этом не подставить, чтобы все, все мировое сообщество смогло это все одновременно устранить. И сегодня мы как раз будем говорить более не о технической части, а именно о нашем интересном опыте взаимодействия. То есть через наши руки проходит слишком большое количество срабатываний. Сегодня мы поговорим о трех из них, которые научили нас чему-то. Мы хотим поделиться тем, чему они нас научили, чтобы, возможно, вам не пришлось наступать на те же самые граблины, которые наступали мы, и, соответственно, вы могли уже дальше идти. И, соответственно, поговорим о трех вещах, о взаимодействии с разработчиками ядра Linux, о взаимодействии с разработчиками Proxy Server Squid и библиотеки Libriot. И начнем как раз с ядра Linux. Но я думаю, здесь не нужно говорить, почему вообще ядра Linux — это что-то важное, что нужно тестировать на безопасность. Скажу просто два слова про то, про фазник ядра. Соответственно, фазник ядра в основном происходит с помощью фазера SysColar, который мутирует системные вызовы. Соответственно, его можно разобрать как локально, можно пользоваться, разобраться на мощной строке Google проектом SysBot. Соответственно, в нашей команде он разобренет локально, и мы в том числе разберем его срабатывание, как и большое количество других команд по всему миру. Собственно, вот одно из таких срабатываний, про которое сегодня и пройдет речь, это warning в драйвере VMCI. Собственно, как за это сказал Анна, на фазе какой-то драйвер. Да, что говорится. Собственно, как раз на фазе какой-то драйвер исправление было 8 марта этого года. Соответственно, все исправления, про которые мы сегодня поговорим, они все свежие, буквально полгода им всем. Исправление срабатывания выглядит следующим образом. Причем нам надо обратить внимание на то, что здесь исправление два идентичных. Первый из них — это действительно было то срабатывание фазера, которое было исправлено. А второй — это просто уже в ходе анализа было замечено аналогичное место в коде драйвера, и оно тоже было исправлено. Соответственно, поэтому хотелось исправить сразу оба. И, соответственно, для того, чтобы это сделать, для того, чтобы определиться вот этим патчем с сообществом, в очередной раз обратились к руководству по отправке исправлений. Есть отличный essential guide по отправке патчей. Но здесь нужно сказать, что, соответственно, естественно, все эти гайды, они открыты, там все хорошо достаточно описано. И поскольку огромное количество разработчиков занимается, участвует в разработке ядра Linux, естественно, мейнтрейнеры Linux могут быть достаточно перегружены. И это может приводить к тому, что в случае даже малейшего какого-то отступления от этих правил, можно столкнуться с достаточно негативной реакцией, а в случае какой-то неправильной указания можно вообще потонуть в огромном инбоксе мейнтрейнеров и никогда не увидеть, соответственно, свет. Собственно, вот похожая вещь нам и случилась, когда мы решили отправить патч, который мы только что с вами видели. Отправили мы его 27 декабря 2023 года по какой-то абсолютно неудачной, не счастливым случаем обстоятельств, не включив в список тех, кому мы отправляем, общий лист рассылки Linux kernel. Соответственно, включили всех мейнтрейнеров. Могло случиться такое только перед Новым годом. Почему-то пропал из списка рассылки, из списка тех, кому отправляется письмо. Пропал список рассылки Linux kernel. Но, тем не менее, письмо было отправлено, оно ушло. Соответственно, вернувшись после новогодних праздников, мы обнаружили, что почему-то ничего в ответ нам не пришло. Начали с этой ситуацией разбираться. И обнаружили, что действительно забыли указать список рассылки. Тут же, соответственно, 10 числа направили новое письмо уже с указанием этого списка рассылки. То есть мы видим там Linux kernel в тех, кому отправляется письмо есть. И, соответственно, это все произошло 10 января. Представьте наше удивление, когда 10 января нам в ответ приходит письмо о том, что вообще-то 5 января уже компания Oracle отправила аналогичные изменения, и теперь обсуждение идет в их трейде, соответственно, мы можем просто присоединиться к нему, пальмо-перверенство в исправлении нами уже утеряны. Соответственно, мы достаточно сильно расстроились, но, тем не менее, обнаружили, что, как я уже отмечал, что в нашем патче исправляются одно срабатывание и один аналогичный момент в коде. Соответственно, компания Oracle испарила только одно срабатывание. мы все-таки решили внести еще один свой вклад в безопасность мирового сообщества разработки и решили сделать дополнительный патч, исправляющий вторую такую сработку. Соответственно, направили мы его 19 февраля, и все было удачно, его приняли, и уже 8 марта оба этих исправления попали в основную ветку еды. Вот, соответственно, как раз ссылка на тот коммит, который уже с нашим вторым исправлением. На этом примере мы поняли, что нужно достаточно четко сделать процедуру ответственного разглашения, точнее, процедуру подачи изменений. При том, что нельзя сказать, что до этого мы ей не следовали и не было удачно. Мы здесь скорее на своем опыте поняли, насколько это может быть критично, и какие могут быть у этого последствия. То есть, казалось бы, у такого небольшого недочета, соответственно, получилось, что нами было утеряно пальма первенства, и исправление уже было принято не нами. Ну и также мы уже почувствовали, что такое, когда кто-то предлагает какое-то исправление раньше, чем ты, что связано со следующей историей о Proxy Service Grid, о которой скажет Егор. Егор, тебе слово. Спасибо. Коллеги, всем добрый день. Я хотел бы поделиться другой историей нашего взаимодействия с Апстримом на примере Proxy сервера Squid. Там мы нашли уязвимость, которая получила номер CVE 202346848. Эту CVE-уязвимость мы нашли с помощью IFL-подобного файзера SnapFuzz. Она позволяет реализовать denial-сервис-атаку и в итоге получила уровень критичности 8.6. Но во всем по порядку. Скрупулезно изучив процедуру отправки репорта уязвимостей с Quid, а также о том, в каком формате они хотят получать баг-репорты, мы отправили письмо в список рассылки, закрытой разработчикам, в котором рассказали, что нашли данную уязвимость. И уже через три дня буквально получили от них ответ с подтверждением того, что да, действительно такая уязвимость есть, она воспроизводится на мастер-ветке их проекта и о том, что они сами готовы заняться ее исправлением. Но спустя месяц ничего не произошло. Никакой реакции от них мы не получили ответа в переписке, а также публично никак не было ничего известно о закрытии и вообще о данной уязвимости. Поэтому мы решили написать им повторное письмо, чтобы уточнить статус исправления данной уязвимости. И в ответ получили от них то, что, оказывается, данная уязвимость была уже исправлена, так сказать, в закрытую. То есть в мастер-ветке они сделали коммит, который исправляют, но при этом о том, что такая уязвимость существовала, нигде не указали. По сути это выглядит, как будто они исправили какой-то баг, которому нет никаких применений для атакующего. В общем-то, сам патч достаточно простой. Выглядит он следующим образом. И, естественно, поскольку разработчики его, хоть и в закрытую себя, опубликовали, мы тоже применили его в нашу downstream. И только спустя пять месяцев с очередным релизом Squid они опубликовали данную уязвимость у себя на GitHub Security Advisor. Ну и, соответственно, был присвоен номер CVE, о котором я уже говорил. Что нас удивило в этом, когда мы открыли, то, что в информации о данной уязвимости в качестве человека, который его нашел, был указан разработчик оперы и дата, когда он ее нашел за восемь дней до публичного анонса данной уязвимости. Что странно, учитывая, что мы уже больше пяти месяцев ждем данного анонса. Но изучив подробнее, оказалось, что разработчик оперы действительно нашел это раньше нас. Просто он также довольно долго ожидал реакции upstream'а. А дата оказалась ошибочной в GitHub Security Advisor. Какой урок из этого мы вынесли? Что очень важно самостоятельно устанавливать период эмбарго для контроля процесса исправления найденных нами уязвимостей. Ну а также быть готовым к тому, что кто-то другой мог найти сработку раньше нас, потому что это все-таки open source, и многие команды работают над тем, чтобы делать его безопасней. Передаю слово обратно Александру. Он расскажет о третьей истории. Третья история случилась с разработчиками библиотеки Любверт, точнее, при взаимодействии с разработчиками. И включают в себя уже две уязвимости, исправленные обе в марте этого года. Соответственно, обе из них позволяли выполнить атаку типа отказ в обслуживании. И, соответственно, номера у них на слайде, их критичность тоже на слайде. Пойдем по порядку, начиная с первой. Первое исправление выглядит достаточно просто. Там, по сути, просто ошибка в условии. И в этом условии можно было пройти с нулевой длиной массива, что в процессе приводило к разминуванию любого указателя и, соответственно, падению всего всей библиотеки. Вот такое исправление было подготовлено. И уже имея опыт взаимодействия с ProxyRM-Squid, где мы провисели под эмбарго разработчиков практически пять месяцев, не имея возможности самостоятельно ничего устанавливать, мы задумались о том, как же нам все-таки правильно поступить, проанализировали, какие вообще эмбарго устанавливают различные команды, нашли разные варианты от нескольких дней в рассылке Distress до 90 дней, например, в Project Zero, в проекте Гугла, и, соответственно, решили попробовать начать с самого большого, а потом уже посмотреть, как это пойдет дальше. Соответственно, вот именно такой текст, который вы видите на экране, мы прикрепили к нашему изначальному баг-репорту в закрытую рассылку Любвирт. То есть мы указали, что баг подлежит эмбарго в 90 дней, и будет раскрыт, если за эти 90 дней не будет предоставлено исправление. То мы об этом уведомим мировое сообщество. Соответственно, вот именно такое письмо мы написали 9 февраля, написали большой эмбарго в 90 дней, но уже через три дня, поскольку там патчет совершенно кривиальный, уже через три дня получили подтверждение от разработчиков, что действительно это уязвимость, действительно, вот ей присвоили идентификатор CVE, и уже 1 марта это исправление вообще попало в мастер-ветку, и как раз 1 марта также вышла уже и новая версия Любвирта 10.1, в которой это уже было исправлено. Соответственно, мы крайне вдохновились этой историей, то есть 90 дней, очевидно, было достаточно много, и при вернемся со второй уязвимости уже пошли немножко другим путем. Соответственно, вторая уязвимость, она чуть-чуть посложнее. То есть здесь на слайде придет только часть ее исправления, но там практически все аналогично. То есть там доваляются условия на проверку негативных значений в одной из переменных. И, соответственно, уже имея опыт взаимодействия с разработчиками Любвирт, мы решили написать им и спросить, насколько комфортно вообще им будет эмбарго, то есть может быть все-таки можно не 90 дней, а что-то поменьше. На что нам ответили, что, конечно, есть security-процесс Любвирт, где вообще команда стремится к тому, чтобы иметь дедлайны разглашения две недели и даже меньше, а максимум вообще месяц. То есть наши 90 дней это для них вообще слишком много. Соответственно, мы очень порадовались, что можно делать это все быстрее. И отправили, уже 1 марта отправили письмо с этой уязвимостью с эмбарго в 14 дней. Почему бы нет? Как раз максимальный срок, который они предлагали. И, соответственно, действительно, там ответ был опять достаточно быстро. То есть уже 5 марта началось закрытое обсуждение исправлений. Но поскольку все-таки исправления были достаточно нетривиальные, там возникли некоторые споры, которые потом просто затихли, и ничего не происходило. Соответственно, мы прождали какое-то время. И 14 марта, уже за день до истечения этого эмбарго, то есть, по сути, когда оно должно выйти, мы решили напомнить разработчикам о том, что вообще-то через день уже должно быть все исправлено. И попали в сложную ситуацию. То есть нам 15 числа ответили, да, конечно, это уязвимость. Вот номер CVE. То есть, соответственно, все, мы получили подтверждение, что действительно уязвимость будет исправляться. Но формально 15 числа эмбарго закончилось. Мы должны были бы разгласить информацию об этом, как мы договорились изначально. И здесь мы попали в сложную ситуацию, потому что, да, как что называется, так далеко еще не заходил. Потому что не очень понятно, какая правильная последовательность действий должна быть у нас в таком случае. Мы не хотели бы, безусловно, закрывать это только у себя, потому что, как уже отмечал Евгений Синельников, что наша сила в том, что мы полностью в open-source, и, соответственно, мы не можем выложить у себя никакое исправление, так, чтобы о нем не узнало все мировое сообщество. Поэтому это было бы достаточно странно, если бы мы закрыли эту проблему только у себя, соответственно, об этом уведомив вообще всех остальных. Кто успел, тот успел. Кто не успел, тому не повезло. Поэтому, естественно, хотелось бы какой-то другой, более безопасный способ. Хотелось бы как-то уведомить сообщество, возможно, через банк данных угосток России, через консорциум, через возможную рассылку Distress. Соответственно, мы начали над всем этим думать и решили, поскольку там все-таки беженые разработчиков были, мы приняли достаточно рискованное решение в одностороннем порядке продлить эмбарго. То есть мы написали им, что мы видим реакцию, и поэтому продляем эмбарго еще на три дня. По сути, мы верили в то, что за эти три дня они что-то сделают, соответственно, будет исправление. За эти три дня действительно что-то произошло, и 18 марта нам удалось договориться о том, что все, мы 20-го числа в 12 часов дня публикуем информацию о повеземости. Соответственно, в это время мы договорились, что они это публикуют официально у себя в мастер-ветке. Мы это, соответственно, также у себя сразу же можем закрывать. И об этом рассказывать всем заинтересованным лицам. Ну, естественно, 20-го марта ничего не произошло, иначе это было бы не так интересно. Соответственно, мы опять провали ситуацию, когда мы вроде как договорились, что все уже, все рассказываем, но при этом разработчики ничего не делают. Соответственно, нам очень понравилась эта стратегия. И мы в очередной раз решили добавить еще несколько дней эмбарго. Написали, что мы понимаем, что мы ждем публикации, давайте, пожалуйста, мы все еще не разглашаем. И это было правильное решение, потому что уже все-таки 21-го, то есть практически через сутки по стоку мы изначально договаривались, уже произошло публичное раскрытие, но опять же оно достаточно странно произошло. То есть его опубликовали просто в девел-рассылке. Оно еще ждало пока и вью, потом оно ждало коммит в мастер-ветку, и только там уже 4-го апреля или 2-го апреля оно попало в действующий релиз в Libio 10.2. Ну и, собственно, что было приятно, вот в этом исправлении все-таки уже указали, что это было найдено командой Linux Team, и, соответственно, нас указали как 40 разработчиков этого исправления. Вот на этом примере мы… Посмотрим этот слайд еще немножко, чтобы вы могли прочитать все иголи. Отлично. И вот на этом примере мы поняли, что необходимо все-таки заранее определить порядок действий, который мы будем предпринимать в случае того, что действительно эмбарго будет… Поскольку эмбарго истечет, и нам придется публиковать информацию, не дожидаясь акций разработчиков. И периодически, естественно, это им обозначать. То есть нужно, чтобы они все-таки знали, какая будет у нас обсуждать действие. И вот здесь мы столкнулись с тем, что этот механизм все-таки достаточно непрозрачен до сих пор. И несмотря на то, что мы, естественно, хотели бы уведомлять об этом банк данных угосток России, тем не менее, несмотря на то, что есть уже там озвученные на других конференциях, в том числе проблемы с машиночитаемым представлением информации, которые из банка данных угостка получаются, мы хотели бы уведомлять, соответственно, в стек, хотели бы уведомлять к асоциуму, хотели бы уведомлять в первую очередь национальных разработчиков операционных систем, но нам не до конца понятен этот механизм и как это было бы правильно сделать. Собственно, поэтому пока что мы как раз предлагаем вот это обсудить в формате дискуссии, потому что было бы интересно решить, как мы в такой ситуации действуем. И, соответственно, вот, подводя итог, на этих трех примерах мы научились немного лучше общаться с международным собственным разработчиком, набили какие-то шишки, о которых хотели сегодня вам рассказать, и надеемся, что, соответственно, знание о них поможет вам либо не набить свои, либо набить свои с чуть большим интересом. И, соответственно, спасибо вам большое за внимание. Готовы ответить на ваш вопрос. Есть кто сверху? Нет никого, да? Почти поймал. Артем Проскурнев. Вопрос такой. У вас был опыт взаимодействия с международным обществом разработчиков? Ваши патчи не принимаются по каким-то причинам международным обществом разработчиков. Вам-таки надо внести только в свою систему этот патч, потому что обстрим от этого отказался. И как вы с этим… Может быть, история на такую тему есть? Да, точно. Ну, с историями, когда это происходило по каким-то политическим причинам, мы не сталкивались, когда просто не принимают от нас какой-то патч. Нет, техническим. Я про технический. А с технической точки зрения, ну, такие, которые касаются безопасности, патчей не было историй. Конечно, есть патчи, которые нужны только нам, дистрибутивные патчи так называемые, которые мы сами себе применяем. А вот безопасности патчей, которые мы отправляли в AppStream, обычно принимают. Ну, раз мы говорим про национальную систему, может быть, какие-то национальные патчи, связанные с русским языком или кодировкой русского языка, которые тоже не принимались? Вот у нас такие, например, не принимались. Ну, это уже не связано с безопасностью. Могут быть связаны с безопасностью. Почему не связаны? Такие тоже могут быть связаны с безопасностью. Ну, в таком случае, вот у нас не было опыта того, чтобы у нас не принимали такие патчи. Понятно. Я думаю, такой ответ на ваш вопрос. Большое спасибо за доклад, Александр Попов. Хотел узнать, как вы будете действовать в случае, если все-таки эмбарго истечет. То есть есть разные варианты full disclosure, когда ты предоставляешь вообще полную информацию об уязвимости. Можно как-то прикровенно что-то сказать, можно просто действительно коммит залить в свою ветку и особо не говорить, что это относится к безопасности, security relevant. Как вы его отведите дальше? Мы как раз… Это одна из ключевых вещей, которые мы хотели бы на этой конференции обсудить сообществом. Потому что представляется как раз… То, например, залитие из коммита в свою ветку представляется не очень правильным точки зрения сообщества, потому что хотелось бы, естественно, уведомить хотя бы участников консорциума, хотелось бы уведомить пользователей национальных банков данных угроз в первую очередь. То есть мы хотели бы так сделать, но нам непонятен механизм. То есть как мы должны правильно действовать, чтобы этот механизм реализовать. И, соответственно, поэтому в текущей ситуации мы ограничены, условно, например, рассылкой distros, где тоже есть чуть более маленькая эмбарго, которая позволит разработчикам дистрибутивов это у себя закрыть. Соответственно, пока что так. Было бы интересно услышать вариант. Добрый совет. Я бы рекомендовал посмотреть, как делают другие и выбрать вариант, который вам удобен. В частности, ядро Linux. Там очень частая ситуация, когда коммит длинную сторону заливает в релиз кандидат, в RC ветку, и информация о том, что это имело отношение к безопасности, она публикуется позже в OSS Security. То есть коммит публичный, но то, что он действительно ценный и кого-то от чего-то закроют и важен для атакующего, это найдут только продвинутые атакующие. То есть различные стадии подачи информации можно сделать. Нет, безусловно, про это тоже знаем. Здесь как раз мы, наверное, все-таки придерживаемся больше политики, в том числе, которую Project Zero озвучивал, что в принципе публикация исправления – это уже дисклужие. То есть считать, что… И там несколько исследований было на тему того, что с помощью машинного обучения определяют, что эти коммиты все-таки имели отношение к безопасности. Поэтому все-таки тоже кажется такой сомнительной историей, но в целом это интересный вариант. И еще один вариант – это предоставлять, например, прототип эксплойта или крашер, который воздействует на эту уязвимость позже. То есть очень часто в ядре Linux исправляется какая-то уязвимость и дается несколько недель прежде, чем публикуется прототип эксплойта. То есть какая-то информация, ее можно анонсировать, что это важно для безопасности, детали будут позже, пожалуйста, исправляйтесь. Ну да, спасибо. Супер, спасибо. Миш, не тормози, давай. Да, есть такое замечание, что если непонятно, как поступать с другими, попробуйте поставить себя на их место. То есть как хотели бы, чтобы с вами поступили. Когда вы там, может быть, перегружены, когда не совсем понятно, кто это, то есть бывают очевидные исправления, а бывают, когда еще сложно. Попробуйте встать сами. Ну, конечно, мы так и сделали, то есть мы как раз в одностороннем подляли. Вот, насчет того вопроса, который смежный, на самом деле, не про вашу тему, но скорее по части взаимодействия с сообществом, с обстримами, которые Артем поднимал. Если кому-то интересно, у меня была пара прецедентов за эти пару лет именно по части политических трений с патчами, вот, ну, у нас в основном по Эльбрусовой части. Вот, если кому-то интересно, могу в кулуарах рассказать. Артем, давай, собственно, с тобой начнем, а там, если кто захочет, так на шорох подойдет. Спасибо. В целом, опять же, стоит относиться к людям, как к людям разумным, даже если они в каком-то тяжелом психологическом поле, как мне кажется. Я хочу вам предложить вариант создания экспериментального ядра ОС Линекс, который принят и который работает. Посмотрите и, так сказать, потом мне верните. Потому что я могу сделать и доклад, но вопрос состоит в том, что оно уже работает. Хорошо, спасибо. Ознакомимся. В кулуарах обсудить этот вопрос. В связи с ними мы получили вариант, и этот вариант работает в нескольких университетах. Студенты сделали диссертации на эту тему, на тему вариантов операционной системы. Спасибо вам большое. Ну что ж, я думаю, на этой прекрасной ноте и на прекрасных каннах от Миши Шигорина, таких вот дзеновских с этикой, то ли не мекомаховской, то ли кантовской, то ли что-то про сексуальное, про позы я не совсем понял, но это было замечательно. Поаплодируем и перейдем к следующему. Следующий.